Нет возрождения Христа до той поры, пока не осознаешь. Для меня Христосознание, искра света Духа Жизни и Любви, впервые проявилось при встрече с Новым Заветом, где Иисус воспринялся мною как очень близкое и истинное родное существо, показавшее мне, как за одну жизнь можно прийти к истине, исправив все искажения внутри себя. Это было как озарение, вспышка в мозгу и неописуемое состояние погружения в океан света, безусловно, любви-мудрости, непроявленного начала-начал, состояние снисхождения благодати Святого Духа, состояние умиротворения и глубинной благодарности. Как чувство первого свидания с Любимым, как чистая искрящаяся радость ребенка от встречи с Отцом. Много всего было на моем пути самопознания и Возрождения, но ощущение того, что какие бы беды, несчастья, предательства, вероломства со мной не происходили, «Я защищена светом». Вера, чистая вера, без наивности ребенка. Эта вера сердца вела меня сквозь все мясорубки жизни, помогая все больше и больше осознавать в себе истинную суть Христа сознания, что явилось ко мне в далеком прошлом, в образе Христа. Стихи во мне рождаются, как результат внутренней осознанности после глубинной трансформации искаженных энергий, которые высвечивались через жизненные ситуации. Так и это стихотворение возникло после процесса внутренней алхимии, преображения негативных, деструктивных энергий внутри себя. Экспромт души сейчас возник. Дух жизни любви он начал возвращаться. И непрощение себя, мой темный лед, во мне тихонько начал растворяться. Бывает так, находишься в простуде или тело от усталости болит, тогда невольно отрезаешь нити и словом ранишь тех, с кем сердцем говоришь. Нет возрождения Христа до той поры, пока не осознаешь. Другой лишь отражение тебя, которое ты до сих пор не принимаешь. Тогда глубинное раскаяние приходит, желание сказать прости, прости, давай наладим порванную нить. И голос истины слова в тебе находит, что только сердце может сердцу говорить. Тогда внутри звучит благая весть. Христос пришел, в тебе он возродился.